доброго времени суток данный видеоролик посвящен краткому обзору игровой механики и поддержки автора данного игрового проекта пожалуйста приобретите игру steam она даже не стоит и двухсот рублей этим вы поддержите разработчика и развитие данного игрового продукта мы не будем с вами начинать новую игру мы сразу начнем уже более развитого персонажа также обратите внимание что проект находится в открытом доступе в ранней версии поэтому игровые механики настройки и прочие мелкие нюансы могут со временем дорабатываться автором и видоизменяться на его смотреть но все же я думаю процентов 60 предоставленной информации для вас будет актуально еще течение года как бы это смешно не звучало но дальние ранние обзоры этого игрового проекта много печальны люди основываются на постороннем проекте не будем скрывать этот дизет там сплошной голове дизет почему они упираются на игровую механику дизета начиная играть в данный игровой проект это очень странно это даже какой-то психологический психологическое отклонение скажем так соседние youtube каналы от соседних синагог довольно забавные ребята довольно забавные вещи творят например проиграть три часа и не понять как сохранить свой игровой процесс это действительно дико поскольку всегда есть подсказка верху но мы к этом обязательно вернемся и так что же давайте приступим на данный момент спаун игрока происходит где-то в южной области карты на дороге что очень символично то в принципе ну что ж приступим первым делом генерация лута и прощая общая система лут находится в разнообразных местах машин не так много как и самого лута система общего взаимодействия тут гораздо все проще но на данный момент есть отталкивающие нюансы но о них ползу переключение происходит колесико мыши а выбор соответственно левым кликом то есть мы можем войти в случае чего машину стрелкой показывается направление выхода left right из машины или из здания тут особо волноваться нечего поскольку визуально это отличается только по 3d модели машина или дом дома заходить можно но взаимодействовать с домами находясь в доме нельзя точно так же как вот на данный момент персонаж находится в машине локация на данный момент на максимальный один квадратный километр вы начинаете на юге в принципе логически будьте продвигаться на север но это не обязательно чем дальше на север тем больше опасность опасность естественно заражения и гнойные гнойные подразделяются на четыре вида на данный момент это в данной области экрана в левой будет заполняться шкала зеленая это зеленое заражение синяя красная белая самое опасное очень скоротечное заполнение шкалы после которой соответственно персонаж умирает чем лечить обычные иконки шприцов соответственно по цвету заражения изначально это синие зеленые зомби где-то в этой области уже появятся красные и немного забежим вперед нпс ну допустим желтым они на данный момент подсвечены нейтральные персонажи они могут выйти пойти в город сделать видимость сбора какого-то ресурса на них напасть зомби они могут далее заразиться восстать и бродить становясь белыми их качество взаимодействия то есть атаки на игрока и атаки игроком зависит от первичной кировки нпс если он был с автоматом он у него останется вся экипировка ключа и рюкзаки тоже останется если это был торговец все золото все что вы ему продали тоже останется и так далее соответственно вы можете его победить уничтожить и забрать необходимый лут но тут есть одно но общая система лута ну к примеру давайте положим вкладь машины бутылку и положим на данный момент вы ее нашли то есть можем быстренько ее подобрать и установить как по умолчанию сборщик этого ресурса если вы будете отправлять свои дружественные юниты на разведку то они будут автоматически это собирать можно также забежать вперед и сказать что ядро взаимодействия нпс с вами и нпс с миром будь то добыча ресурсов боже ресурсов война и прочее очень похоже на игровой проект кинши в принципе однотипное ядро по скриптовому диапазону итак мы нажимаем сбор и забираем нашу бутылку все бутылка у вас она больше здесь не появится здесь больше ничего не появится на данный период времени это ранний доступ версия 80 будет ли рандомная генерация стороннего лута в других местах в принципе так и не ясно от разработчиков и генерится ли он но играя довольно продолжительное время респавна лута я здесь не видел то есть еще раз для особо одаренных вы здесь к примеру нашли автомат вы его подобрали вы его взяли отдали дружественному юниту который отображается зеленым цветом и защищает вас а также вы им управляете юнит пошел на добычу камня его убил зомби автомат здесь остается лежать прибежало из соседнего поселения кстати они тут называются так фракция лутеры но они побежденные к сожалению они подобрали данный автомат он взял себе в руки нпс этот автомат и если вы будете проходить рядом и он к вам присилен он же с вашего найденного автомата вас и убьет то есть в них ники еще раз в идею лута здесь вы купили к примеру семена капусты отнесли в данный лагерь продали семена нпс посадили семена вырастили капусту собрали вы пришли купили ее поели и отнесли в заседание продали или как бы говоря проявили бартер скажем на патрон по методу чукчи в данном данное условие не относится к ресурсам например к руда камень и прочие добываемые ископаемые в данном игровом проекте лут фактически генерируется или появляется в инвентаре торговцев нпс есть так называемые лидеры поселений у них есть торговцы или они сами являются торговцами у них могут респавниться продажи патронов потому что им надо с чего-то стрелять семян ну и прочего необходимого лута для взаимодействия в мире скажем так времена года довольно интересно реализованы происходит все довольно плавно естественно самое проблематичное время это зима на данный момент это середина зимы ни нпс ни вы не можете ничего сажать речка вот на данной карте она показана речка замерзает чтобы открыть полностью карту у вас должна быть должен быть итем ареама в инвентаре или в вашем непосредственно поселении в здании только тогда она будет полностью отображаться если убрать карту там как видим не открытая территория сразу же затемняется вы можете наблюдать монитор температуры на данный момент это минус 10 градусов максимально что я видел это минус 18 если персонажа одежда данная линия синяя палочка наполняется как видим это промокший одежда персонаж замерзает быстрее намного температура его падает критическая температура около 32 градусов и наш с вами доброжелательный персонаж сразу же умирает соответственно необходим костер методика разведения костра топор разрубили ветки получили доски положили как разведение предварительного подготовки костру черкнули спичкой и зажгли соответственно пошло наполнение температуры если вы находитесь в радиусе коста да но это довольно проблематично на первое время для игроков поэтому вы можете прийти в любое дружественное поселение у них всегда практически горит костер потому что они готовят еду и согреться около него прочие времена года лето осень весна довольно много дождей взаимодействие с природой по сути я так и не видел я видел некий какой-то рост кустов в плане отдельной шкалы возрастания также их можно убирать но как я понял ни грибов кроликов ягод тут нету на данный момент возможно не есть возможно их собирает NPC я их просто не заметил но кроме кроликов когда вы убьете своего первого кролика я вас поздравлю лично занятие довольно кощуственное поскольку они очень быстро и дико бегают не переживайте размножаются они тоже очень быстро поэтому использовать либо снайперскую винтовку либо ловушки ловушки делаются из ведра морковки и ниток сама ловушка ставится на определенную область где генерируются кролики размножаются и соответственно они должны в нее забежать но это очень долго поэтому если вы обнаружите изначально патроны для снайперской рядовки там будет написано снайпинг риф по моему обязательно их собирайте храните схроны то схроны можно делать прямо в машине как предварительно было показано по обмену лутом положили и пошли себе дальше собирать все необходимое что на данный момент вам нужно пока у вас нет лагеря таскать со мной много бесполезного хлама даже для продажи категорически не рекомендуется тут есть игровая валюта называемый гол так в форме обрушального кольца я так понимаю по другому это никак не говорю но существует также дополнительные нюансы как ваш персонаж так и нпс не могут переносить больше допустимого веса который у них имеется на данный момент то есть если у нпс торговца нет сзади рюкзака он может принести минимальное количество лутер а к вам например продать руду или 4 бронежилета получается ему будет доступен на покупку 1-2 бронежилета остальное он не может взять по весу даже если у него есть деньги но не забывайте о количестве денег торговца или другого нпс с которым вы производите бартер если у него отсутствует определенная сумма он это не купит но если вы ему продадите а потом произведете закупку так называемый бартер без условия денег то соответственно на данной манипуляции можно добиться необходимых вам на данный момент решений для выживания первоначально когда вы найдете свою первую палатку первый тэнк такой небольшой туристический естественно понятно откуда это все наедено вы ее поставите и будете туда складывать лут категорически вам и рекомендую этого делать поскольку если не украдут нпс враждебно и не сломают ее то она со временем просто исчезает вместе с лутом и остается такое небольшое темное пятно на месте ее установки поэтому она не вечно обратите на это внимание общая механика оперков фитнес ближний бой стрельба фермерство скрытность конструкция это постройки фермер медицина и приготовление еды приготовление еды соответственно тут все понятно на костер ставится котелок и в котелке по доступным рецептам автоматически по скрипту как данный момент тут есть крит происходит производство еды медицина тут как бы еще мягко сказать недопилено любые порезы любые удары естественно на персонажи появляется кровотечение в определенной области условия показаны на данном спрайке персонажа происходит заполнение красным баром естественно когда он будет максимально заполнен персонаж убирает кровотечение что необходимо тряпка или из тряпки и водки сделать бандаж бандажей много-много в NPC довольно много в луте побежденных врагов поэтому особых затруднений это вызвать не должно но обратите внимание далее я вам покажу как взаимодействовать с NPC вы также можете попросить вылечить вас если у вас хорошая репутация вылечит вас бесплатно если плохая он откажется если нейтральная то попросит немного денег за то чтобы наложить на вас монтаж монтаж будет накладываться таким лейкопластырем крестиком и полоска будет уменьшаться гораздо быстрее чем обычной тряпичной материи обычную тряпку мы получаем разорвав обычную одежду при этом качая перки по навыкам создания конструкции при разрыве тряпки обратите внимание а медицина прокачивается только при наложении бантажа на дружественных NPC вы также можете предложить свою помощь как медика любому совершенному NPC нейтральному или вашему управляемому союзному NPC скажем так соответственно этим вы качаете перк медицина фермерство тоже довольно все просто выбирается семя определенного растения указывается область если это автоматическая посадка у вас есть подконтрольный NPC он будет автоматически заниматься и соответственно будет качаться перк фермерство там довольно все просто разобраться в этом не сложно если первое время вы не найдете лейку то обязательно где-нибудь уведите в продаже в NPC лейка это все происходит быстрее бутылкой соответственно поливать целый огород это очень сложно также идут дожди они положительно влияют на огород с конструкцией дополнительно можно сказать что рубка деревьев это тоже включает в себя навык перкоконструкция рванье одежды включает в себя навык конструкции добыча ресурсов и так далее скрытность скрытность тут немного персонаж замерзает на данный момент надо чуть быстрее рассказывать или идти греться ну ничего страшного то есть скрытность активируется дополнительной клавишей даже при большом перке как мы видим три дополнительных он не настолько взаимодействует даже при охоте на дичь сокрытие от NPC или зомби но все же он есть плюс к перкам дают журналы допустим мы видим по стрельбе у меня три журнала но они почему-то довольно тяжелые как гурдал может быть тяжелый до сих пор не ясно тут на Финтес два журнала и на ближний бой данные синие это я выучил самостоятельно зеленые дополняют одежда или дополнительная литература то есть мы можем на одежде плюс один стайлс на рюкзаке плюс один стайлс на штанах стелс и на маске тоже плюс один стелс тем самым мы увеличиваем свои перки то есть обратите дополнительно внимание что по перку скрытности дополнительно влияет время суток то есть день ночь лучшее время для разведки враждебного поселения это темное время суток также зомби менее реагирует на вас в режиме скрытности в темное время суток как бы все ясно вы сообразили и я извиняюсь много ошибся я перепутал фермерство со стрельбой огнестрельное оружие и лук как видим лук тут практически не прокачан практически вообще не прокачан мне этим занимается NPC я в основном использую огнестрельное оружие в принципе использование огнестрельного оружия отличается только текстурой и модель логика та же соответственно мы видим перекрестие серое перекрестие цель находится очень далеко и соответственно белое и красное цель находится оптимально для стрельбы но обратите внимание на сведение чем уже область захвата тем точнее стрельба как у лука так и у вооружения то есть оптимальная стрельба это практически вот такой вот диапазон прицела вы открываете на огонь в принципе стрельба с лукой и оружие на 50 на 50 все равно происходит расчет в соответствии с множителем перков но обойма из 30 патронов первоначально при перке 1 даже или 0 может не произвести никакого эффекта на того же самого зонки поэтому изначально не расстраивайтесь не тратьте патроны а предварительно вооружившись знанием по сведению плавненько нажимаете кнопку как стрельбы из лука так и стрельбы из автоматического оружия или обычного помповика да тут есть дробовики есть дробовики уникальные у лидеров допустим без приклада более такой классический помповичок есть охотничье оружие с прикладами восьми зарядные снайперская винтовка автомат Калашникова кстати как он называется просто штурмовое штурмовое ружье пистолеты взаимодействие с МПС происходит по социальным нормам это я вам делать рекомендую найти ближайшее дружественное поселение убежать вы можете в любом случае просто внимательно читайте диалог если вы не понимаете английского языка то там просто будет написано убежать или соврать и убежать я на данный момент практически со всеми с ними знаком будет диалог как тебя зовут вы должны предварительно познакомиться на данный момент здесь показана карта но при текучести взаимоотношения в социальном плане у вас будет показан спрайт неких социальных норм с перекрестьем который будет при взаимодействии время от времени уменьшаться или добавляться положительному отрицательному или какому-либо непредвиденному результату что происходит он вам отвечает я ищу работу забегая вперед квестов довольно мало но режим сюжета разработчик обещает но не очень даже не очень скоро поэтому минимальный квест это принеси пару шкур кроликов забери у бандюков мой любимый шакет или топор ну что-то в этой плане все довольно простенько давай подоргуем ресурсами соответственно все что у нее есть в инвентаре если ее на данный момент сейчас убьют зомби бандиты или я все это будет у нее в стандартном луке также мы спросим что думают о вас хочет ли допустим персонаж присоединиться к вам неважно есть ли у вас лагерь или нет данный персонаж не хочет ну или просто как говорится гоп-скоп дай деньги или умри если просто держать вот так навести простите навести магистрельное оружие на нпс дружественного или нет он может напасть у вас или испугаться убежать есть такой есть такой момент вкратце о владениями и захвате поселения вы можете в любом абсолютно в любом месте поставить забор лачушку или наоборот сначала лачушку потом обнести забором поставить вышек и так далее это будет ваше поселение вы можете отбить поселение у дружественных нпс нейтральных нпс как это происходит если по механике к вам поселение дружествует то ворота открываются ну предварительно они с вами познакомятся или не пустят вообще и убьют как мы видим ворота закрываются сами поселения также забегая вперед обратите внимание в вашем поселении ворота должны быть всегда открыты там опционально выставляются открываются только для друзей и дружественных нпс или подключившихся к вам игроков и все то есть чтобы бандиты и зомби не открывали ворота возле ворот можно ставить ловушки ямы с кольями кстати вон небольшой манёк на механику вы можете вырыть предположим это ваше поселение на данный момент вот здесь яму и как бы молча за этим наблюдать есть скрипт постоянной поддержки кольев то есть не надо каждый раз собственноручно пересыпать восстанавливать это делает за воздушственной писи или вы автоматически используя скрипт скрипты ставить не надо все происходит в кадровой механике рубится дерево останавливается колб и яма заново не копает ну и в продолжении всего этого разговора мы можем наблюдать как даже дружественные нпс проходя через эту область попадают и умирают и здесь идет большое разветвление механики если вы поставите табличку да есть такое табличка осторожно ямы с ловушками нпс некоторые будут возмущаться некоторые с радостью с радостью улыбаться скажем так по-другому оно наверное не называется и будут обходить их кроме зомби но если на вас нападают райдеры и видят эту табличку они тоже будут обходить они не будут попадать в эти ловушки если попал нейтральный дружественный нпс к вам данную ловушку и вы его обобрали там не будет опционального меню сбора там будет написано украсть и если вас за этим застукают к примеру я в данный момент это мой лагерь я здесь вырыл ловушечку и один из дружественных лпс союзных данного лагеря произошел ко мне они кстати приходят зимой частенько поесть ко мне денег они мне за это не дают да и присоединяться не хотят ну это уж ладно попал в данную яму я его получается да мародер ведь он ограбил ну один из нпс это заметил они автоматически становятся ко мне враждем учтите это полной анархии тут нету как таковой немного с вами отвлеклись переходим далее к захвату по селению вы можете прямо сейчас открыть по ним стрельбу но но территория будет считаться побежденной данной фракцией вся фракция будет побеждена пока не будет убит последний нпс их могут остаться два человека три например с луками или топорами и они могут просто убегать они будут постоянно убегать ну в один прекрасный момент вы кого-то догоните он сдастся вы можете забрать его себе если он захочет или просто казнить на месте все ресурсы поселения вы можете забрать вы можете здесь остаться продолжать развитие поселения но не забывайте о других взаимоотношениях с другими поселениями то есть как те реальное положение общее так и общий ход событий если к примеру эти два поселения дружественные врагом они конечно вас не будут но периодически в диалогах могут упоминать о произошедшем соответственно создавая свою империю не забывайте приглашать и опрашивать других людей хотят ли они присоединиться к вам но не очень радуйтесь когда они присоединились к вам им необходима экипировка как и вам им необходимо вооружение как и вам им необходимо пить, есть и спать как и вам дополнительные поставки есть в квесте как бы в едином общем без сюжета создай свою империю как говорится и управляй ей сколько требуется построек в рекомендациях и так далее как видим у меня на данный момент шесть человек каждый занят своим трудом на данный момент здесь девушка готовит эти у нас добывают ресурсы в рудах камень дерево еще одно дерево на данный момент персонаж отдыхает не забывайте следить за моралью и качество отношения к вам как лидеру по дополнительной шкале которая вас будет видна вместо карты справа при пополнении вашей империи вы можете завербовать НПС он будет вам абсолютно подчиняться следовать за вами или заниматься какими-то делами вашей коммуни ну по-другому никак не назовешь действительно коммуна для выживания сплошной коммунин НПС одевшись поевши вооружившись в один прекрасный момент просто может уйти от вас да но действительно так вы можете разозлиться допустим застрелить его или подраться с ним но это привлечет дополнительное внимание аналогичных НПС поэтому делайте все с умом и холодным расчетом как да как обычный лидер который управляет небольшой коммуной и планирует свои действия давайте на десерт прогуляемся к агрессивно настроенной коммуне маркер на карте можно выставлять правым криком как и убирать в любой точке карты и самый главный вопрос из всех оставим на заключение данного данное видео заметка не обзора просто заметка по игровой механике скомпилированной из отдельных видео обрезков для сохранения игры вам необходимы вот такие вот кресты их можно как купить но в основном это лут с обычных гнойных зомби одно сохранение один таким соответствует одному кресту их просто фактически море этих крестов сохранение происходит на горячей по нажатию горячей кнопки по умолчанию f9 все при смерти персонажа лут и события сохраняются в сейве при использовании этого токена для сохранения так мы сами выдвигаемся к разъемному поселению забор этот данный можно уничтожить бутылкой зажигательной смесью дерево все горит это будут делать рейдеры также против вас на данный момент тот лпс ко мне не травят но ворота закрыты вот он вышел ко мне навстречу ингриал ведь то есть занимается мягко говоря все под заборами ограблениями то есть я могу отдать голд могу возразить надо попытаться убежать от них соответственно они агрессивны и как видите они открываются огонь вот ранее описанная механика вам наглядно на лицо как говорится произвел довольно короткую очередь успешно поразил противника ну лучше будет сейчас идти в стелс нет не успел ух там еще один ох опасная ситуация сейчас умру а нет повезло повезло но пока спрятаться уйти в стелс потому что надо посмотреть что у них там есть в луке но такова сейчас опасно поскольку линия кровотечения довольно в критическом состоянии что приведет к витальному исходу мы мы производим по горячей кнопке F11 сохранение по горячей кнопке F9 все это выстроено по умолчанию мы можем ускоряться приставить немного где-то приблизительно они упали здесь в лиске пока звук никакой в игре фундаментально ни технически никак просто нарезки звуковых сэмплов я думаю со временем это все из работчика до работы сделать более помягче не так дико ночью допустим шугаешься когда дружесли на NPC рубит дерево и грохот происходит практически на всю локацию вот как я вам ранее говорил по механике видите спел украсть то есть не обобрать не забрать не забрать весь лут а украсть золото столет также не забывайте оружие разрежать его можно разрежать когда продаете или собираете если в нем находится амуниция то ее нужно забирать спички вода нож нож необходим после допустим охоты на кроликов разделать их нож можно снимать шкуру зомби я этого никогда не делал но не могу сказать зачем это нужно посмотрим что у него отлично 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 боезапас пополнили но это можно пока не собирать далее мы можем продолжить атаку поселение попытаясь выманить по одному и тем самым к сожалению мой союзный нпс погиб по какой-то причине возможно его кто-то атаковал и второй погиб интересно ну ладно это мы будем потом разбираться возможно тоже было нападение да так и есть да вот идет рейдерский захват моего поселения и просто большая дичь они полностью мне рейдеры все разнесли по какой-то причине начинают шесть поселения а к сожалению у меня уже нету живых поэтому я не могу посмотреть что там происходит вот такой вот подарочек просто жестоко все вынесли жесточайшим образом тела тела можно поднимать и нести сколько угодно но есть небольшая усталость при этом лук собирать сразу а большой необходимости нету взяв лопату вы можете вырать яму взять топор срубить кол и сделать могилу данному трупу зачем трупы валяющиеся вот так вот просто на области привлекают зомби они начинают их поедать соответственно привлекаются большие стаи зомби враждебные NPC которые ходят в поисках лутер если труп лежит в поселении они будут пытаться обоврать если возле поселения то будет создавать и нагнетать критическую ситуацию внутри поселения ваши подчиненные будут постоянно выбегать и преследовать в общем такая вот своеобразная нездоровая карусель поэтому углубляясь в механику можно сказать что опционально используйте все доступные варианты взаимодействия с миром то есть написано закопать попытайтесь хотя бы один раз закопать и спустя какое-то время не делать этого действия и посмотреть чем это отличается от предыдущего действия ну на данный момент данных заметок думаю достаточно основы были положены я очень надеюсь что вам все поможет данная видеозаметка освоится в мире данного игрового проекта я очень надеюсь что авторы доведет его до конца спасибо вам большие за труды спасибо вам за потраченное время думаю мы с вами еще встретимся в будущем всего доброго по скриптам продолжим боевую заварушку и штурманем лагерь если там кто-то был убежали походу дверь открывается он не почти живые что тут у нас подкрепимся лук хорошо подкрепляет как и мясо необходимый баланс стрелы делаются только на станках заброшенных поселениях или городах станки у нас стоят за зданиями либо вы сами создаете станки чтобы создать стрелы тут ничего интересного нету вижу вы нежели они ищут меня но не видят вот это очень хорошо я думаю сохранять игру в такой ситуации не стоит их трое ну давайте-ка ребята устроим что отлично классическое выражение до горит и воды на ушки на ушки на ушки с пистолетом с пистолетом проходить долго отходим ушел так они будут меня преследовать или нет пошел он обратно на вышку трупов трупов два значит те двое убежали обратно нет на ушки на ушки на ушки никого на ушки на ушки на ушки можно стрелять с возвышенности ну как бы считается за попадание с ушки на испугался убежал хитрые случайно будет палит ага все одним на этой печальной ноте желаю вам приятной игры дополнительно пост пост скрипту